Радуйтесь всем, ибо Христос как умер за грехи всего мира, так и воскрес для спасения всех. И своим воскресением всем открыл путь к вечной блаженной жизни. Это видимое солнце своим благотворным светом, озарящее вселенную, представляет нам образ невидимого, незаходимого солнца всего мира, Господа Иисуса Христа. Это видимое солнце восходит и светит для всех, и свою животворную теплоту разливает на всех и на все, что является пред Ним. Так и Иисус Христос, однажды зашедший естеством человеческим на запад смерти и не шедшего до ада, в третий день воссиял от гроба, как мучезарное солнце, и более не заходит, но непрерывно светит и вечно будет светить, и разливает лучи своего спасительного света на всех, верою и любовью приближающихся к Нему. Иисус Христос всех призывает к тому спасению, которое Он соделал посреди земли своими беспредельными заслугами. Пред Ним нет различия между знатным и незнатным, богатым и бедным, многоученым и неученым, между полумужеским и женским, между старцем и юношею. Иисус Христос для всех равнодоступен. Все могут веровать в Него, уповать на Него и любить Его всем сердцем и всей душою. Никого не отвергает, и всем Он раздает свои благодатные спасительные дары по нужде и по достоинству каждого. Итак, ныне радость у всех общая. Христос Спаситель садил спасение для всех и призывает ко спасению всех. И Он со своими спасительными дарами доступен и близок всем. Радуйтесь, братья, все радуйтесь. Радуйтесь, мужи и жены, старцы и юноши, богатые и бедные, старшие и младшие по общественным преимуществам. Радуйтесь о воскресении Христовом, ибо из гроба Христова высияло спасение, радостное и вожделенное для всех. Радуйтесь, радующиеся или счастливые в этой жизни, ибо из гроба Христа льется радость несравненно ни с какими земными радостями. Благо спасения, которое дарует нам Христос, несравненно ни с какими земными благами. Радуйтесь, скорбящие, убогие, страждущие под бременем болезней или тяжких обстоятельств, ибо радость о спасении выше всех временных скорбей, болезней и страданий. Нынешние временные страдания, говорит апостол, ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас, если по благодати Христа Спасителя соделаемся наследниками благ небесных и участниками Его вечной славы. Христос Спаситель и в настоящей жизни для всех прибегающих к Нему есть помощник несчастный, утешитель скорбящих, врач больных, покровительный отец вдовицы сирых, надежда безнадежная. Да, радуемся, братья, всем, взывая, повторяя друг к другу Христос Воскресе. Нет в мире высшее вожделение для нас благо, как спасение, даруемое воскресшим Христом Спасителем. Нет на земле высшее вожделение для нас благополучия, как быть участниками всем благе, то есть быть в числе спасаемых верой в Иисуса Христа. И нет никого из нас, кому бы не был открыт путь ко спасению через Иисуса Христа по неизреченной благости Господа Бога. И же всем человекам хочет спастись и в разум истины прийти. Да, радуемся, братья, всем. И радуясь, будем благодарить Христа Спасителя за великие и неизреченные милости Его к нам. Будем всегда прославлять Его тридневное воскресенье, всегда стремиться к Нему крепкою верою, пламенную любовью и непоколебимую надеждою. И всегда благоговейно поклоняться Его, со Отцем Его и Святым Духом, ныне и вовеки веков. Аминь.